Расстройство кишечника, голодание нашей микрофлоры Многие годы считалось, что основная функция толстого кишечника – просто всасывать жидкость и выводить отходы. Но сейчас очевидно, что сложная микробная экосистема в наших кишечниках должна считаться отдельным органом внутри нашего тела. И этот орган работает на ДМУ, доступных для микробиоты углеводах. Другими словами, в первую очередь, на клетчатке. Одна из причин, по которой наш стул может увеличиться примерно на 2 грамма на каждый грамм клетчатки, потому что процесс брожения клетчатки в толстой кишке стимулирует рост бактерий. Большая часть массы нашего стула – это только бактерии. Триллионы и триллионы бактерий. И это при привередливой британской диете с малым количеством клетчатки. Люди, которые принимают клетчатку в качестве добавки, знают об этом. Несколько ложек клетчатки могут привести к обширному движению кишечника, потому что клетчатка – это то, на чем процветают наши полезные бактерии. Когда мы едим цельную растительную пищу, такую как фрукты, мы говорим нашей кишечной флоре процветать и размножаться. А из клетчатки наша кишечная флора производит короткоцепные жирные кислоты, которые являются важным источником энергии для клеток, выстилающих нашу толстую кишку. Мы кормим нашу флору клетчаткой, а она возвращает нам долг и кормит нас в ответ. Эти короткоцепные жирные кислоты также подавляют воспалительные процессы и рак. Вот почему употребление клетчатки так полезно. Но когда мы не едим достаточно цельной растительной пищи, мы на самом деле мурим голодом нашу микрофлору. На традиционных растительных диетах, каких описывал доктор Буркет, много клетчатки, много короткоцепных жирных кислот, а также хорошая защита от западных болезней, таких как рак толстой кишки. А при стандартной американской диете, когда мы едим сильно обработанную пищу, ничего не остается для нашей кишечной флоры. Все всасывается в тонком кишечнике, не доходя до толстой кишки. Это означает не только потерю полезных микробных метаболитов, но и потерю самих полезных микробов. Самая большая проблема западной диеты заключается в том, что не остается никакой еды для наших бактерий, что приводит к дисбактериозу, дисбалансу, в котором могут взять вверх плохие бактерии, и увеличит нашу восприимчивость к воспалительным заболеваниям, или раку кишечника, или метаболическому синдрому, или к диабету второго типа, или к сердечно-сосудистым заболеваниям. Так возвращаются астронавты из космических полетов, потеряв большинство своих хороших бактерий, потому что у них не было настоящей здоровой пищи. Что ж, слишком многие из нас ведут образ жизни астронавтов, не едят свежих овощей и фруктов. Например, астронавты потеряли 100% лактобактерии Плантарум, которая является хорошей бактерией. Но большинству американцев уже нечего восстанавливать, хотя те, кто ест больше растительной пищи, имеют шанс. Используйте его или упустите. Если кормить человека устойчивым крахмалом, видом клетчатки, который содержится в бобах, через несколько дней численность бактерий, которые питаются устойчивым крахмалом, резко возрастет, а затем опять умрет, когда вы перестанете его есть. Употребление всего половины банки нута каждый день будут модулировать состав кишечной микрофлоры и улучшать здоровье кишечника, повышая численность хороших бактерий и понижая патогенные и гнилостные бактерии. К сожалению, большинство американцев не едят бобовое каждый день, или цельное зерно, или достаточно фруктов и овощей. Поэтому кишечная флора, кишечная микробиота человека, который кажется здоровым, может не соответствовать здоровой кишечной флоре. Возможно, что западная микробиота дисбиотична прежде всего потому, что у нас такая диета с низким содержанием клетчатки, по сравнению с популяциями, которые могут употреблять в пять раз больше клетчатки, и имеют в 50 раз меньше случаев рака кишечника. Субтитры создавал DimaTorzok